Новости в субботу на ТНВ. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова. И вот о чём мы расскажем сегодня. Кубок мира, крайний день в Казани. Он самый эпический. Как посмотреть на главный трофей Мундиаля, приезжали даже с Европы, увидел Рамиль Шайдолиан. Смена дизайна, три кражи и одна собака. Историю Кубка мира по футболу проследила Лина Зинатулина. Бежать готовы. Это не бравада, это реальность. Через какие тренировки прошли участники казанского марафона, узнал Дмитрий Аринин. От заката до рассвета по всей Казани. Собственно говоря, мы должны работать ночью. Что показали в день музеев и что готовят к ночи с обзором Альбина Минебаева. Объёмы молока снижаются, потому что главам неинтересно, что происходит у них на фермах. Министр сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов раскритиковал сегодня районных руководителей. Объёмы упали в Буинском, Кайбетском и Апастовском районах, главы которых заявил Марат Ахметов. Просто перестали посещать фермы и практически самоустранились от вопросов животноводства. Кайбетский район попал в зону критики и как отстающий в посевной кампании. Его поля засеяны чуть больше, чем наполовину. Похожая ситуация в Алексеевском, Верхнеуслонском, Агрыском, Бугульминском районах республики. К сожалению, это не завод, который три смены можно поставить и потом поправить. Дополнительные бригады поставить. Уже всё. Весеннее упущение его исправить невозможно. Все технологические процессы должны быть щётко в срок. Все они должны быть выполнены правильно. Все лабораторные анализы должны быть. Налетает терапевтик Кубок Мира сегодня покидает Казань. Три дня символ Мундиаля находился в столице Татарстана, два из которых на площади Тысячелетия. Тысячи фото и сотни спортивных паломников не помешали увидеть Кубок всем желающим. Попрощался в надежде, что ещё увидится с главным трофеем Мундиаля Ираймин Шайдулин. Гостей встречают как старых друзей, музыкой и танцами. Не как на выставке, а скорее как на празднике. Празднике спорта в честь самого известного золотого трофея. Кубка Мира. Главные реликвии футбола. Я хочу, чтобы этот кубок достался рубину. Думаю, что он не сильно большой. Я видел некоторые кубки, там, Лиги чемпионов вживую. Вот. А этот, мне кажется, он поменьше будет, но он самый эпический. Его венчает земной шар, а окружает пуле непробиваемое стекло. Поэтому почти полвека – это самая недосягаемая награда. Но лишь в туре кубка её вживую могут увидеть и фанаты. Ращу будущего футболиста. Хочу, чтобы он видел, какие награды ему в будущем надо будет получать. Так главный футбольный трофей мира остаётся на память. Каждый, кто дождался своей очереди, получает экспресс-фото. О, супер! Подобное явление Кубка народу, хотя и не первое, ведь такие мячи организаторы выставляют по всему миру от 2006 года с чемпионата в Германии. Но уж точно самое крупное, только в России кубок увидят в 24 городах. Далее по маршруту – Нижний Новгород. И ожидаемо в таком же формате город выбирает знаковое место, и уже организаторы выставляют на нём кубок, например, как в Казани у стен Кремля. Здесь симпатично, очень живописно и динамично. Песни, танцы и мини-футбольные матчи. Спортивный праздник продолжается до восьми вечера. После кубок снова отправится в дорогу. За три дня его могли увидеть тысячи татарстанцев и гостей республики. Точная цифра, прикоснувшихся к футбольной реликвии, уточняется. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. И пока футбольные фанаты провожают легендарную награду в следующий город её большого тура – Нижний Новгород, мы вспомнили всю историю золотого трофея. Главная награда спортивного мира вовсе не всегда выглядела, как сегодня. С первого чемпионата 1930 года вплоть до 1970-го лучших футболистов награждали Кубком третьего президента FIFA Жюля Риме, который и учредил мировое состязание. 35-сантиметровая статуэтка богини Ники из позолоченного серебра с основанием из лазурита весила почти 4 килограмма. Золотой богине выпала целая череда похищений. Впервые на кражу решился сам президент Итальянской Федерации Футбола Атарина Барасси. В 30-е годы он тайно вывез и спрятал кубок в коробке из-под обуви под кроватью, чтобы приз не попал к фашистам. В 1966-м награду похитили уже из выставочного зала в Англии. Позже её буквально нашёл в кустах пёс, хозяин которого оказался очень честным футбольным фанатом. Но третьего похищения из здания Бразильской конфедерации футбола в 83-м кубок не пережил. Трофей скопировали, а что стало с оригиналом неизвестно. Впрочем, уже с 1974 года золотая богиня была лишь памятной наградой на полке. В ходу был уже новый кубок, который с нами по сей день. Эскизы тогда прислали 53 скульптора из 7 стран. Победил итальянец Сильвио Гацаниго. Говорят, он неделю не выходил из рабочего кабинета. Трофей был отлит из золота целиком, а мелкие детали дорабатывались позже. Сегодняшний кубок – это 6 с лишним килограммов чистого золота с основанием, украшенным малахитом под цвет футбольного поля. В скульптуре два спортсмена-триумфатора и образ, собственно, мира в земном шаре, который они держат. Это очень хорошо символизирует дух спорта, наш энергичный дух, который очень силён. Уже 12 лет награда хранится в Музее мирового футбола FIFA в Цюрихе. Но трофей активно гастролирует и уже больше 10 раз обогнул земной шар. По подсчётам, в 2038 году на кубке закончится место для записи чемпионов. А пока его ещё много, с нетерпением ждём, какая же команда украсит его в этом году. Футбол уже пришёл в Нижнекамск. Здесь завершился благотворительный турнир. На протяжении трёх недель любители спорта состязались, чтобы отдать собранные средства на лечение маленькому нижнекамцу. К исходу третьей недели благотворительных футбольных встреч в финале сошлись команды с победоносными именами «Фавориты» и «Прогресс». Двигало ими не только желание победы, но и чувство долга перед своим земляком Никиты Егоровы. Трёхлетнему мальчику нужны деньги на лечение. Нам, ну, требуется помощь, ну, то, что приступы эпилепсии у нас очень сильно обострились. И мы собираем деньги на германию клинку Бон, чтобы приступы убрать. Об этом футболисты-любители Нижнекамска узнали в соцсетях и решили посвятить свой очередной турнир этому мальчику. Для помощи внесли призовые победители и просто принимали пожертвования от участников соревнования. У нас очень инициативные люди играют, и все, когда узнают про какую-то возможность помочь и тем более еще поиграть в футбол параллельно, все с восторгом воспринимают эту идею. В итоге победителем стала команда «Прогресс». Кубок им вручил папу мальчика. Огромная благодарность от нашей семьи вам всем. Чемпионы, в свою очередь, спередали семье Никиты Егорова все вырученные деньги. Мы заряжены были по полной, чтобы выиграть этот турнир и помочь этому ребенку. Да и вообще всегда помогаем детям. Не ожидали, что люди сами нам написали, что мы будем проводить для вас турнир. Мы просто обрадовались, потому что нашему сыну помощь безгранична. Такие благотворительные турниры для помощи разным людям в Нижнекамске проходят регулярно уже пять лет. Благотворительный марафон прошел и в Казани. Здесь татарстанцы активно подключились к сбору средств на строительство хосписа для взрослых. Сегодня почти 600 человек в парке Урицкого преодолели дистанции на 200 метров и 2 километра. Во время забега в парке развернулась благотворительная ярмарка добра. Все собранные деньги пойдут на возведение нового стационара. Общая сумма строительства 250 миллионов рублей. Напомним, три года назад таким же образом были собраны деньги на первый детский хоспис. Люди здоровье себе принесут, сделают благородное дело, то есть внесут частичку своей души именно строительство второго стационара хосписа, который мы скоро построим, потому что проект уже институт разрабатывает. Но нужны средства, которые мы собираем благодаря нашим казанцам. Вот он стоит, красавец, первый хоспис. Тоже люди нам поверили, построили. Более 10 тысяч человек завтра собираются выйти на казанский марафон. Две трети участников – это гости из других регионов и зарубежья. Сегодня марафонцев за бегом готовила звездная участница Тина Канделаки. На народную тренировку сходил. И чего от завтрашних стартов ждать узнал Дмитрий Аринин. Давай, беги! Так побегать по улицам Казани специально приехали и участники московского клуба утренних пробежек. Интересная трасса, интересный марафон. Я уже второй раз бегу этот марафон. Вагу назад, первая, и решила попробовать обновить свой рекорд и в этом году. Вы не меняли, вы мило болели, и в туман, алима, доводили меня. Так, размяли верхнюю часть. Чтобы как можно больше участников побили свои рекорды и просто добрались до финиша, тренировку в свои руки взяла спортивная знаменитость Тина Канделаки. Как просветила звезда, век смартфонов ЗОЖ особенно жизненно важен. Потому что мы, в отличие от людей до айфоновского периода, мы ходим вот так. Если вы начнете реально, если вы попробуете растянуться, или если вы вообще начнете за этим следить и обращать внимание, то вы поймете, что у нас у всех есть проблемы. Я не шучу. Я, конечно, попроще, я на турниках, но здесь, конечно, посерьезнее будет. Я прям вдохновлена, я очень реально жду завтрашний марафон. Хватит вам казанский марафон! Супер! Отлично! Так в ряды казанских марафонцев готовится встать более 10 тысяч человек. Большинство это гости из других регионов и зарубежья. Этот казанский марафон в своей новой истории станет четвертым по счету. Казанский марафон является крупнейшим региональным марафоном нашей страны. Это не бравада, это реальность, это цифра и статистика. Как и в минувшем году, на дистанции планируют выйти и руководители республики во главе с Рустамом Минихановым. Участников забегов ждут 4 дистанции, от 3 до 42 километров. Маршрут пройдет по центральным улицам города, через главные достопримечательности Казани. Начало забегов в 8.30. Часть средств от марафона пойдет на благотворительность. Дмитрий Аринин, Андрсон Тальцев, ТНВ, Казань. В республике объявлено штермовое предупреждение. Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильном ветре. По прогнозам, кратковременный дождь местами с грозой пройдет в большинстве районов Татарстана. В преддверии Мундиаля в Казани приоритетной остается пожарная безопасность. По недавним прогнозам, фестиваль болельщиков посетят около 1 миллиона человек. А уже на первый матч в Казань-арену приедут 20 тысяч французских болельщиков. В февральские учения МЧС показали, каким бы горячими не были страсти и даже фанатские фаера, к этому готовы как спасатели, так и противопожарная система. Как они работают, об этом Рамиль Шайдулин. Готовая деталь отправляется на сборку. Готовые приборы по всей стране. Здесь крупнейшее производство систем пожаротушения России. Растители, узлы управления, почти все, что после ставят в домах, торговых центрах и стадионах. А это все уже, это уже в работу входит. Прежде чем устройство допустят до пользования, их подвергают более чем 30 этапам проверки. Например, вот эта комната для их испытания огнем. Работники умышленно поджигают вот эти поддоны и через секунды срабатывает сигнализация. Проверки обязательны. Система проходит огонь, воду и медные трубы. Прежде чем поступить в продажу, детали испытывают холодом и жаром, пропуская через них сотни литров воды. Десятки тестов, чтобы на пожаре система не дала сбой. У нас есть приборы контроля давления воды перед распылителем. Мерные банки, в которые собирается вода. Производим замеры объема воды. Вносятся в компьютер, обрабатываются данные. Мы в дальнейшем сопоставляем. Системой Избийска оборудована Казань-Арена. Она выдержала февральские учения. Растители и автоматика не вызвали никаких замечаний от пожарных. Похожие системы в трех торговых и нескольких жилых комплексах Казани. Недавно ими заинтересовались и крупные производства. Недавно мы общались с Татнефтью, с представителями. То есть такое крупное совещание было. Много вопросов, которые сейчас в стадии проработки. Также предприятие поставит автоматику на Танека и строящийся комплекс Казань-Экспо. Какую именно, не уточняется. Сегодня в номенклатуре завода больше тысячи устройств. И многие не имеют аналогов в мире. Рамиль Шайдулин, Андерсон Тальцев, ТНВ, БИСК. От заката до рассвета по всем музеям. 12-й раз Международный день музеев завершается глубокой ночью. Как минимум до полуночи сегодня открыты и казанские залы просвещения. Есть те, кто побьют рекорды по времени работы. Куда заглянуть, если у вас сегодня свободная ночь? Альвина Минебаева с обзором. В этом году в музеях самая настоящая ночь. И чем примечательнее национальный музей? Сегодня он будет работать до 4 часов утра. Единственный, кстати, в республике. В эту ночь можно не только прогуляться по музеям, но и поучаствовать и в их мероприятиях. Например, сесть за станок 19 века. Поможете мне? Да, нажимаем на левую, нажимаем, сильнее, сильнее. Это не так просто. Кто сегодня не занимался фитнесом, добро пожаловать в Национальный музей за ткацкий стабал. Посидеть за станком до 11 часов ночи, а увидеть все остальное до рассвета. Нацмузей впервые пошел на эксперимент со временем. 12-й Международный день музеев станет по-настоящему долгим. Многие музеи проводят уже эту акцию. Почему она ночь, собственно говоря? Мы должны работать ночью. Заход к ночи с музыкой более 30 коллективов отыграют на площади 1 мая перед входом в Кремль. Самое вкусное вообще просто с 6 до 12 часов, потому что коллективы каждый по-особому индивидуален и специфичен. Мне кажется, стоит прийти прямо в 6 часов и никуда не уходить. Совсем рядом развернули и ярмарку. Ночь музеев – это еще и ночь товаров хендмейд. Не меньше 20 мастеров сегодня показывают, на что способны их руки и умение торговать. В принципе, эта книга очень хороша, как я считаю. А вы заплатили уже? Да. А давайте в честь ночи музей еще дешевле. А давайте в честь ночи я вам подарю книжку, чтобы вы знали все о вселенной. Не зря пришла на ночь музеев. Спасибо. Всегда только для людей. На сегодня это назначено. Не знаю пока, вот не знаем, где у вас музей здесь. Автобус отправляется в 6-я по 3 музеям наших филиалов. Музей Горького, музей Бородинского, музей Ленина. Специальный автобус как раз для тех, кто не знал, в какой музей сегодня заглянуть. Кто не успел на спецмаршрут. Музей ждет у себя до полуночи. Для некоторых экспонатов и помещений мало. Это выставка ретромобилей под Кремлем. Первомайская площадка станет самой популярной этой ночью. Поддержали ночь в музее и футболисты. Мастер-класс по фристайлу буквально под нацмузеем. Пускай ночь в музее будет такой же увлекательной, как и настоящий пионат мира в футболах. Альбина Минибаева, Данил Филатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Самые яркие события этой недели и самое обсуждаемое в интернете в нашей традиционной рубрике в сети. Всем привет! Очередная неделя позади. И эта неделя была прям жаркой. В прямом смысле этого слова. Потому что погода наконец-то потеплела. А вместе с солнцем раскрылись и все прелести Казани. На улице Баумана вновь заиграла музыка. А где-то вообще появился двор мечты. Ни одного автомобиля. Вот это я понимаю. Двор без машин. Что еще интересного в интернете? Сейчас узнаем. Левый. Левый. О боже. Опять какой-то феномен. Это как с тем платьем, цвет которого был то ли бело-золотое, то ли черно-синее. Но мы-то знаем, что бело-золотое. Но сейчас не о платье, а о... Лорал. Я отчетливо слышу Лорал. Весь интернет поделился опять на два лагеря. Кто-то слышит Лорал. А кто-то слышит Яни. А что слышите вы? В Белом доме уже провели эксперимент с этими именами. Все слышат, как ни странно, по-разному. Но Дональд Трамп, как всегда, выделился. Все я слышу это Яни. О, чувак, это Лорал. Лорал. Это Лорал, Америка. Наверное, хаштаг Лорал. Лорал. Кто-то Яни? Я слышу Кофефи. Кофефи? Серьезно? Друзья, ну сейчас я для вас раскрою тайну. На самом деле, тут нет правильного ответа. Все зависит от устройства, с которого вы слушаете данную запись. А еще от способности улавливать частоты звука. Если вы слышите Яни, то, скорее всего, вам легче воспринимать высокие частоты. А если Лорал, то низкие. Также, как пишут специалисты, влияние может оказывать и ваш возраст. Это еще одно доказательство того, что Дональд Трамп не с нашей планеты. Тем, кто уже устал сидеть в телефоне, предлагаю пробежаться завтра на казанском марафоне. Тем более, скоро лето, надо бы приготовиться. Приготовиться. Приедут Тина Канделаки, Родион Газманов, Эльмира Калимулина и многие другие. Так что, вперед на пробежку. Владимир Путин открыл долгожданный Крымский мост длиною в 19 километров. Причем президент сам проехался за рулем КамАЗа. Но перед поездкой в него вселился Юрий Гагарин. Поехали. Поехали. Путь. Друзья, если вы захотите пересечь этот мост, то лучше все-таки пристегнуться. Ну и пока далеко не уехали, наша постоянная рубрика в сети с президентом. Рустам Мениханов пригласил всех татарстанцев на казанский марафон, который пройдет завтра, 20 мая. Поздравил наш волейбольный клуб «Зенит» с очередным чемпионством. Чемпионы Лиги чемпионов, подписал президент. Наконец-то в ленте появился любимчик подписчиков – пёс Султан. После Рустам Мениханов отправился в Китай с деловым визитом, где его встретили прям как полагается по-татарски. Бесстрашный полицейский. По-другому я его назвать не могу. Не знаю, что конкретно произошло, но по видео видно, что люди едут на тракторе, и к ним в телегу забрался полицейский, который пытался их остановить, но что-то пошло не так. Дабы придать немного героичности, нужно добавить музыки. Настоящий Индиана Джонс прям. 21 век. Век, когда роботы стремительно развиваются. Вот, например, этот человекоподобный робот настолько развил свой интеллект, что сам понял, что скоро лето, и начал бегать в парке. Причём он может не только бегать, но и с лёгкостью преодолевать препятствия. Но, друзья, это ещё не всё. Вот он, самый гениальный, самый нужный робот. Блогер из Канады собрал из лего робота, который готовит яичницу с беконом. Так что теперь, если вам в каком-нибудь заведении принесут яичницу, а там будет кусочек лего, значит, повар просто пришёл на работу с ребёнком. И напоследок топ тем, которыми больше всего интересовались, татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте Евровидение 2018. Поздравляем Израиль с победой. Вторую строчку занимает месяц Рамадан. Поздравляем всех мусульман с этим праздником. Также в топе Чемпионат мира по хоккею, где, к сожалению, наша сборная впервые за много лет не смогла попасть в финал. На этом сегодня всё. Пишите, присылайте свои фотографии, видео. Короче говоря, будьте в сети. Пока! Далее в выпуске прогноз погоды. Увидимся в 21.30. Успейте воспользоваться государственной программой «Первые и семейные автомобили» в Канавто на Мусино. И получите выгоду до 203 390 рублей. Канавто. Мусино 37. 230 30 30. Добро пожаловать в семью. Спутниковое телевидение от 0 рублей в месяц. Телекарта. Смотри, не переплачивай. Ниссан дешевле на 21%. Да, если в автоцентре Марка. Дарим небывалую скидку на новый Ниссан. Сигнализация в подарок. Звоните. 4 пятёрки. 3 единицы. Начиная свой день, мы ставим перед собой новые цели и задачи, которые на первый взгляд кажутся простыми. Но они немного сложнее для людей с ограниченными возможностями. Не ограничивайте себя в выборе сотрудников. Если вам отказывают в кредитах, приходите в Деньги Мигом. Здесь 9 из 10 обратившихся получают одобрение. Деньги Мигом. Хорошая история. Хороший вкус приносит удачу в честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции. Регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Удачная подсечка. И вот она награда. Но всё начинается с подготовки. Выбери самые необходимые снасти там, где разбираются в снаряжении. В магазине подсекай. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А ещё подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Здравствуйте. В воскресенье солнце будет радовать жителей республики тёплой погодой. Но местами будут наблюдаться осадки. Подробнее после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2, 167-166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юг-востоке, в Бугульме, Бавлы, Ознакаево, облачно с прояснениями. Местами возможен дождь и 24 градуса тепла. На северо-востоке, в Нижнекамске, на верных челнах, Елабуге также пройдут дожди. Столбики термометров покажут 22 градуса выше нуля. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске перемены облачность. Временами дождь плюс 24. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе 20 градусов тепла. Также пройдут дожди. Жители юго-запада республики ожидают облачную погоду с прояснениями. 21 градус местами с дождем. В центральных районах в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши дождливо, но тепло. 23 градуса со знаком плюс. В последующие дни осадки прекратятся. Нас ожидает теплая и солнечная погода. Спонсор показа ООО «Челный Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производит продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челный Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челный Кировец» – легендарному трактору «Вторую жизнь». В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам. Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор Ост» на Ямашево-11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани переменная облачность, временами пройдет дождь. Температура воздуха 20-22 градуса. Ветер западный, порывистый – до 7 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 751 миллиметр артутного столба. Влажность воздуха 61%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова